В человеке все должно быть прекрасно. Добиться этого тяжело, но пример тюменки Арины Михайловой показывает, что вполне возможно. Участница чемпионата России по бодибилдингу знает, что такое не только лучезарная улыбка, но и внешность подстать этому определению. Александр Кушников узнал, что помимо спортивной, у Арины есть еще одна, не менее значимая часть жизни. У нас на улице что выпал? Снег! Снег выпал! А это значит, что скоро наступит? Зима! Зима наступит! Звездочка! Звезда! А есть у нас на участке звезда? Или может у кого-то на шапочке есть звезда? На участке детского сада номер 79 в этот момент одна звезда точно была. Арина Михайлова для детей из своей группы, конечно, не спортсменка-чемпионка, а любимая воспитательница, добрая и отзывчивая Арина Александровна. Они всегда вместе радуются первому снегу. Эй, пчела! А пчела! А сейчас? Как дела? А сейчас? Убегаем, убегаем, убегаем! А пчела! Эй, пчела! А сегодня как дела? А сейчас без лишних ход, буду жарить болтуну! Болтуну убегаем! Ну вот, болтун не успел, он убегает! Я по образованию педагог-психолог, закончила наш Тюменский университет и устроилась работать воспитателем в детский сад. Мне нравится моя работа. Мне нравится у детей их независимость. Они независимые, они честные. Вот это вот в детях очень подкупает. Пошла в тренажерный зал заниматься, будучи еще школьницей. Пошла просто за компанией с подружкой. Школьникам было бесплатно, и мы пошли позаниматься. Я, конечно, волнуюсь. Для меня это очень ответственный старт. Я устаю, признаться честно. Конечно, усталость присутствует. До выступления Михайловой на Домашнем чемпионате России оставалось всего ничего. Прошло три дня, как мы побывали у Арины Михайловой на работе. Еще через пару часов она выйдет на сцену ДК «Нефтяник» и покажет свое искусство и свое красивое тело десяткам, сотням зрителей. И даже сама природа, словно поддерживая спортсменов, решила порадовать теплой погодой. В фойе Дворца культуры «Нефтяник» ажиотаж. Кто-то из атлетов уже отстрелялся и с удовольствием позировал фотографам. Другие только готовились к выходу на сцену. Время до начала соревнований в номинации «Велнес-фитнес», где выступала Арина Михайлова, пролетело стремительно. Один купальник стоит около 20 тысяч, туфли 5. Чтобы выйти на сцену, надо за грим заплатить 4 тысячи, за волосы 2, за лицо 5. Моя задача – сделать их безупречно красивыми, сделать потрясающие прически и безупречный макияж. «Велнес-фитнес» – достаточно новое направление в бодибилдинге. Особенно в нем ценятся эффектные и развитые бедра и ягодицы. В первом отборочном раунде ростовой категории до 166 см приняли участие 24 спортсменки. В финале на сцене осталось шестеро лучших. Именно из них судьям предстояло выбрать призеров. Субтитры создавал DimaTorzok Я еще больше волнуюсь, чем когда сам выступаю на сцене. Я аж стоял, у меня там очень мандраж был. Второе место в категории «Велнес-фитнес» 166 см на 33 чемпионате России по бодибилдингу завоевала Михайлова Арина Тюменская область. У меня 5 тренировок ног в неделю, плюс тренировка кардио каждый день. Один раз мы тренировали вверх и один раз отдых в неделю. То есть я тренирую только ноги и попу. Если брать приседания, допустим, со штангой, то на этой подготовке я приседала 135 кг. Уже в начале ноября Арина выступит на чемпионате мира в Испании. А в Тюмени на следующий день соперничество на сцене «Нефтяника» продолжилось. Дорогие друзья, сегодня заключительный вечер чемпионата России по бодибилдингу в Тюмени. Сейчас, буквально через час-полтора, на сцену выйдут самые крутые бодибилдеры страны. У бодибилдеров еще оставалось время, чтобы накопить энергии и собраться с мыслями за кулисами. Пока на сцене искрили участницы номинации «Фитнес-модель». На их фоне любой конкурс красоты просто отдыхает. Королевой вечера, то есть абсолютной чемпионкой России в номинации «Фитнес-модель» стала Екатерина Бравве из Московской области. Мурашки по спине, ничего не чувствую в этот момент, кроме напряжения такого сильного. Терпение и труд все перетрут. Вот если трудиться, можно усовершенствовать любую генетику. Подача, харизма, развивайте, тренируйте. У тюменского бодибилдера Юрия Романова, который выступал в категории до 100 килограммов, и с генетикой, и с трудолюбием полный порядок, да и с харизмой тоже. Финальным аккордом выступления участников сборной Тюменской области стало именно его чемпионство. А в командном первенстве хозяева стали бронзовыми призерами. Вчера в 5 часов утра встала, до часу я первую смену отработала, а потом пошла отдыхать.